Ребята, всем привет! Меня зовут Халф Натали, я нутрициолог, и я рада видеть вас на своем YouTube-канале. Сегодня мы с вами обсудим очень актуальную тему, особенно, наверное, беспокоятся о ней девушки. Мы поговорим про раннюю седину, почему она возникает, какие причины, как мы можем ее предотвратить. В общем, будет интересно, давайте начинать. Конечно же, седина — это естественный процесс, но всем нам хочется, чтобы она с нами случилась как можно позже, чтобы уже в глубоком возрасте мы про нее узнали. Но, к сожалению, так бывает не всегда. Дело в том, что клетки, которые вырабатывают этот пигмент меланин, они со временем работают гораздо хуже, они теряют свою функцию, ну и, соответственно, наш волос обесцвечивается. Безусловно, когда такие ситуации происходят рано, то есть этому какие-то причины, есть этому какие-то основания, обоснования, и сейчас мы о них поговорим. Первое, на что я хотела бы обратить внимание, к сожалению, то, с чем сложнее всего бороться — это генетика. Действительно, если ваша мама, ваш папа посидели очень рано, то шансов, что и вы посидеете рано, много. Если вы увидели, что вроде как никаких видимых причин нет, а вы стали сидеть, то, к сожалению, наверное, стоит принять этот факт. Как-то сегодня уже можно с этим бороться всякими разными сложными окрашиваниями, максимально что-то пытаться маскировать, но от этого никуда не денешься, потому что в данном случае на генетику мы уже особо никак не повлияем. Следующий достаточно часто встречающийся пункт — это дефицит меди и других питательных элементов, но медь особенно, потому что она непосредственно влияет на выработку того самого меланина. Но если у вас есть какие-то проблемы с ЖКТ, вы видите дефицит меди, мы можем сдать анализ, посмотреть, что в крови, мы можем сдать цирролоплазмин, тоже посмотреть, что там у нас с ним. Но если вы видите еще параллельно проблемы с железом, с цинком, с белком, например, то есть у вас множественный дефицит, вы находите у себя симптомы дефицита йода. Если не знаете, как понять, что у вас дефицит йода, посмотрите обязательно этот ролик, там я подробно рассказывала, то мы можем говорить о том, что, вероятно, у вас всасывание в самом ЖКТ страдает, что у вас плохо всасываются все микроэлементы, то есть вопрос не конкретно в том, что у вас нехватка меди, а у вас не хватает всего. Ну и меди в том числе, и вы получите вот эту вот седину. Поэтому сдайте анализы, убедитесь, что у вас все хорошо. Если мы видим нехватку меди, мы, конечно, ее восполняем. Если мы понимаем, что у нас еще есть проблемы в ЖКТ, если мы понимаем, что не так как-то он работает, как хотелось бы, то с этим тоже работаем, чтобы максимально полно все минералы, витамины усваивались из еды. Следующий очень интересный пункт — это окислительный стресс. Когда у нас в организме происходят всякие разные окислительные реакции, и нам нужны вот эти вот на слуху знакомые всем антиоксиданты. Да, конечно, мы не до конца понимаем, когда их нужно использовать, когда они полезны, когда вредны, но факт остается фактом, что если ваш организм действительно в окислительном стрессе, то он, скажем так, знаете, он условно думает, что как будто ваши биологические часы начали тикать быстрее, как будто вы активнее стареете, и, соответственно, вот этот вот фигмент теряется раньше, седина проявляется раньше. Поэтому посмотрите, что с вами происходит, да, как часто вы болеете, что вас вообще беспокоит, какое у вас состояние кожи, волос, ногтей и так далее. Если что-то там не так, обязательно все эти вопросики нужно решать, потому что может быть, что действительно именно проблема с окислительным стрессом создает вам неприятный симптом ранней седины. Следующий пункт, ну, в принципе, тоже достаточно нередко встречающийся, это стресс. Иногда может быть, что наверняка вы сталкиваетесь с такими людьми в своей жизни, которые говорят, что я посидел там моментально, да, за один день. Такое действительно бывает, потому что на каком-то сильном таком стрессе происходит спазм сосудов, и сосуды не получают тот самый пигмент. Иногда так может быть, что спазмировали сосуды в какой-то конкретной области, да, и вы видите, например, у человека какой-то клочок седых волос на голове, такое тоже бывает, да, и если ничего такого острого не произошло, но при этом в постоянном хроническом стрессе, по сути, происходит то же самое. То есть сосуды спазмируются, меланин не может до них дойти, волосы теряют свой пигмент, и все, собственно, вы получаете раннюю седину, поэтому стрессопротекция наше все, она будет актуальна абсолютно при любых заболеваниях, поэтому имейте это в виду. Ну и последний пункт, на котором я хотела бы остановиться, это какие-то заболевания. Действительно так бывает, что очень часто какие-то заболевания, особенно серьезные, сопровождаются сединой, ранней сединой, особенно если мы говорим про гипотириоз, какой-то длительно протекающий, да, если вы с ним ничего не делаете, то там страдают меланоциты, клеточки, да, которые производят вот этот вот пигмент, и нарушается весь обмен тирозина, в общем, конечно, все рушится, и вы получаете, опять же, те же самые симптомы ранней седины. Также какие-то острые вирусные инфекции, да, опять же, вот я говорила, если вы часто болеете, если у вас постоянно какие-то непонятные там то простуду, то что-то еще, то какие-то инфекции, то тоже это все может ослаблять в целом иммунную систему, и выработка пигмента будет снижаться, поэтому чем крепче ваш иммунитет, тем лучше, собственно, сопротивляемость у вас инфекциям, и, конечно же, у вас будет более здоровый, более такой жизнью наполненный волос. В общем, ребята, если вы обнаружили у себя раннюю седину и нашли какую-то там, какую-то одну из этих пяти причин, то обязательно работайте с ее устранением, ну, а если вдруг не получится с этим ничего сделать, то не расстраивайтесь, я уверена, что вы и так прекрасны, и седина вас ни в коем случае никак не испортит. Я всех вас целую и обнимаю, увидимся с этим скоро в новом ролике, всем пока-пока.